Всем привет! С вами канал Девайс. На сегодняшнем обзоре у нас лучшие Wi-Fi адаптеры. Тема достаточно неоднозначная, так как в этом рынке отсутствуют явные любимцы пользователей. Зачастую предпочтение приходится отдавать неизвестным китайским брендам, с которыми все равно нужно повозиться в силу различных причин. Я постарался выбрать наиболее популярные и высоко оцененные модели, у которых меньше всего проблем с железом и программным обеспечением. Так что смотрите это видео полностью и обязательно оставляйте лайки, подписывайтесь на канал и выражайте мнение в комментариях. А чтобы всегда оставаться в курсе новостей, нажмите на колокольчик уведомлений. Поехали! Начну с адаптера от распространенного китайского производителя TP-Link. У него много предложений на этом рынке, но далеко не все из них достойные. Конкретно эту модель можно назвать компромиссной, она включает в себя малую цену и неплохие аппаратные характеристики, хотя в этом ценовом сегменте железо так или иначе почти идентично. Если разбирать конкретнее, то диапазон частот приема и передач равен 2400-2483,5 МГц, а максимальная скорость 300 Мбит в секунду, это для стандарта 11N. Подключение производится с помощью USB версии 2.0. Имеется две внешние антенны с коэффициентом усиления 3DBI. Антенны несъемные, но подвижные благодаря конструкции. Внешний вид максимально простой, плата находится в небольшом корпусе белого цвета. С передней части есть один индикатор зеленого цвета, который моргает в зависимости от выполняемых процессов. В целом аппарат неплохой, хорошо ловит и с радиусом действия. Но качество драйверов оставляет желать лучшего, особенно это касается новых сборок Windows 10, где у некоторых пользователей ситуация даже доходит до постоянных синих экранов смерти, что намекает на критические конфликты драйвера с системой. Вероятно, проблема в отсутствии должной поддержки. Решается подобное нахождением кастомных прошивок, но не для всех моделей они существуют. Эта модель по аппаратным характеристикам практически идентична прошлой. Производитель на рынке новый, известно лишь, что MercurySys специализируется на Wi-Fi устройствах, включая адаптеры. Также понятно, что основное их место деятельности находится в России, что намекает на соответствующую принадлежность этой компании. В плане цены данная модель немного дешевле и при этом имеет оценку выше, чем у варианта от TP-Link. Если говорить о дизайне, то это все такой же корпус, внутри которого находится плата и две антенны по бокам, их позицию также можно менять. Отмечу, что антенны на порядок длиннее, а корпус имеет интересную форму. За индикацию отвечает едва заметное отверстие посередине с передней стороны. Разъем USB находится сзади в нижней части. С виду это кажется не совсем удобным, однако производитель предусмотрел специальную выемку, чтобы можно было полноценно подключить кабель и это не мешало корпусу находиться в устойчивом положении. По характеристикам все стандартно, максимальная скорость соединения в 300 Мбит в секунду и частотный диапазон устройства 2,4 ГГц. Коэффициент усиления внешней антенны повыше 5 ДБИ, что подходит для более больших помещений. Из минусов можно было бы отметить отсутствие поддержки частотного диапазона в 5 ГГц, но за такие деньги рассчитывать на подобные технологии не стоит. Также имеются трудности с драйверами. На Windows 10 автоматическая установка не происходит, так что необходимо воспользоваться установочным диском. Он находится в комплекте или же обратиться на официальный сайт производителя. Благо поддержка у него получше, даже есть раздел с ответами на вопросы, касающиеся конкретно данной модели. Еще один популярный производитель, товар которого можно часто встретить в магазинах по всему миру. С первого взгляда странным кажется дизайн адаптера. У него миниатюрный корпус, больше похожий по форме на флешку. Антенна при этом лишь одна, а с противоположной стороны разъем USB для прямого подключения. Если сравнивать с предыдущими моделями, то разница в размерах колоссальная. Однако это не особо повлияло на аппаратные возможности, только мощность передатчика на 2 ДБ и ниже. Главным преимуществом является возможность открутить антенну. Это позволяет носить данный адаптер с собой, как обычный USB флеш-накопитель в кармане, не боясь, что что-то сломается. Аппарат на рынке пользуется спросом и пока что популярен среди пользователей. Больше всего отзывов положительных, в них покупатели хвалят неплохую скорость передачи данных и, разумеется, компактность. Однако имеются и жалобы, например, у некоторых возникает трудность с драйверами под Windows 10. На самом деле это очень распространенная проблема практически для всех Wi-Fi адаптеров, роутеров и так далее. Чаще всего официального ПО под Windows 10 просто нет или он слишком долго не обновлялся, поэтому в новых сборках можно наблюдать критические проблемы совместимости. В таких ситуациях временами помогает откат на старые редакции LTSC, но далеко не всегда. Компактность нынче высоко ценится, особенно в сфере технологий. Это, как стало понятно из прошлой модели, также касается и Wi-Fi адаптеров. Однако бывают и еще более небольшие по габаритам предложения. Например, Archer T2U от компании TP-Link. Размер корпуса меньше спичечного коробка, а производительность не уступает конкурентам, в некотором смысле даже превосходит их. Дизайн максимально простой, внешне это обычная USB-флешка, у которой есть один зеленый индикатор в центре. Даже крышка соответствующая имеется. Цена девайса такая же, как у моделей, которые я рассмотрел ранее, а вот железо способно обеспечивать максимальную скорость соединения вплоть до 433 Мбит в секунду, что является более высоким показателем. К тому же, Archer T2U поддерживает частотный диапазон устройств в 5 ГГц, что в наше время очень полезно, когда Wi-Fi устройств в одном лишь доме может быть огромное множество. От мобильных телефонов всех членов семьи и других смарт-устройств типа телевизоров до элементов умного дома, которые также работает по Wi-Fi. Все это мешает друг другу работать и создает помехи. Именно поэтому Wi-Fi адаптер с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц является незаменимой вещью, если речь идет про основные домашние устройства. Однако без минусов тут не обошлось, все же Archer T2U лишен возможности подключения к нему антенны, поэтому радиус связи достаточно скромный. Впрочем, у этого адаптера имеются разные ревизии и у последних эта проблема несколько сглажена. Также вы можете столкнуться с проблемами на операционных системах Linux, так как поддержка драйверов там еще хуже, чем на Windows, поэтому следует обращать внимание на подобные аспекты. Кстати, чтобы не переплачивать при покупке, советую заглянуть в описание этого видео. Там я оставил ссылки на магазины со всеми адаптерами из данного топа, цены которых наиболее выгодны. Также Wi-Fi адаптер по дизайну и габаритам практически идентичный Archer T2U, отличие разве что в отсутствии специальной крышки, но и индикатор не зеленый, а синий. Однако цены у этих моделей разные, Tenda U9 дороже на порядок. Также эта модель и популярнее почти в несколько раз и имеет получше оценку покупателей. Причиной тому могут быть следующие аспекты. Во-первых, у Tenda U9 максимальная скорость беспроводного соединения достигает 633 Мбит в секунду, что является выдающимся. Разумеется, выжать весь потенциал вряд ли выйдет, это очевидно на примере почти что любого Wi-Fi адаптера, но уже 80-90% от указанных возможностей в данном случае достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности любого пользователя в современных реалиях. Во-вторых, тут имеется полноценная поддержка частотного диапазона устройств в 5 ГГц. И если верить отзывам покупателей, работает данный Wi-Fi адаптер намного стабильнее, чем тот же Archer T2U. То же, по всей видимости, касается и радиуса действия связи. Ну и разумеется, что немаловажно данный адаптер до сих пор поддерживается производителем, а именно компании Tenda. Чем-то они похожи на Mercusys, так как также основательно ведут свою деятельность в России, однако являются более популярными и уважаемыми, как минимум потому, что существуют на рынке с начала нулевых. На рынке имеются и более продвинутые предложения, ориентированные на настольные компьютеры, которым нужна высокая пропускная способность через Wi-Fi сеть. Такие адаптеры могут использовать даже и для серверов, хотя это менее эффективно, чем прямое подключение. Например, еще одна модель от TP-Link, название Archer T5e. Внешне это обычная плата, подключенная к другой плате-переходнику, которая в свою очередь работает через интерфейс PCI-Express 2.0. В конечном итоге это все подключается к еще одной плате, а именно к материнской. Благо, с наличием соответствующего разъема проблемы у вас точно возникнуть не должно. Кажется, это все довольно простым, взял да подключил в материнскую плату и забыл. Однако, скорее всего, данный адаптер окажется под вашей видеокартой, и если она горячая, это может пагубно повлиять на некоторые элементы в долгосрочной перспективе. Впрочем, при должной вентиляции внутри корпуса никаких проблем, скорее всего, не возникнет. Что касается железа, мы имеем две полноценные внешние антенны, их можно снимать. Максимальная скорость беспроводного соединения составляет более 1,1 Гбит в секунду, что сопоставимо с большинством бюджетных сетевых карт. Имеется поддержка частотного диапазона устройств в 5 ГГц. Вдобавок, данная плата по совместительству является Bluetooth-адаптером версии 4.2, что очень удобно и значительно увеличивает функционал любого настольного ПК. Отзывы положительные, по большей части пользователи отмечают простоту настроек и отсутствие возни с драйверами. Адаптер достаточно воткнуть в материнскую плату, и Windows 10 в автоматическом режиме найдет все необходимое ПО, так что вам не придется этим заниматься. Более того, у Archer T5e высокое качество связи и солидный радиус действия из-за внешних антенн. И пусть бюджет у этого устройства заметно выше, чем у его конкурентов, это полностью оправдывается аппаратными возможностями. И последний на сегодня адаптер от компании Asus. На рынке это одно из самых дорогих и навороченных предложений, которое включает в себя поддержку Bluetooth 5.0 и поддержку максимальной скорости беспроводного соединения в 1733 Мбит в секунду. Внешний вид многим похож на Archer T5e, за исключением того, что конструкция съемных антенн продумана лучше. В данном случае не возникнет никаких проблем с другими кабелями, которые подключены в заглушки, так как антенны адаптера, находящиеся внутри удобного кругообразного корпуса, можно установить в любое удобное для вас место. Осуществляется это с помощью специального кабеля. Его точная длина неизвестна, но вероятнее всего это один или два метра. Во всем остальном, по общим характеристикам, эта модель похожа на Archer T5e, просто более удобная, производительная и, вероятно, качественная. И хоть отзывов у варианта от Asus поменьше, конечная оценка продукта все равно высокая, так как жаловаться тут не на что. Это качественный модуль, выполняющий свою задачу. Итак, это был топ 7 лучших Wi-Fi адаптеров. Если вам понравилось и вы подметили для себя понравившуюся модель, напишите об этом в комментариях, а перед этим подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику. Также не забудьте о колокольчике уведомлений, чтобы оставаться в курсе всех новостей. А на этом все, до скорых встреч!